Сегодня нефтяные фьючерсы находятся под давлением в ожидании подписания договора по ядерной программе между Ираном и шестеркой международных посредников. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе в Лондоне торгуются, теряя 1,99% на отметке 57 долларов 56 центов за баррель. Цены на августовские фьючерсы WTI на электронных торгах в Нью-Йорке снизились на 1,59%, до 51 доллара 9 центов за баррель. Иран рассчитывает на то, что сможет нарастить экспорт нефти вдвое в течение шести месяцев после снятия международных санкций. По сообщениям, он уже накопил 30 миллионов баррелей нефти в резервах, готовых к экспорту. В целом, это негативный фактор для рынка, поскольку снятие санкций с Ирана будет способствовать увеличению поставок нефти на и без того перенасыщенный мировой рынок. На среду запланирована публикация данных по ВВП Китая за второй квартал. Ожидается замедление роста второй по величине экономики в мире до 6,9%, с 7% в предыдущем квартале. Китай является вторым крупнейшим потребителем нефти после США и существенно влияет на уровень спроса на черное золото. Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать производство. Следите за дальнейшим развитием событий на финансовых рынках вместе с нами на канале Инстатв. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok